«Знаешь», — сказал Сенрик, восставший с толстой шеей и набухший на лбу веной, — «а я всегда думал, что ты стукач, но после пяти стаканчиков горячительного за твой счёт ты начинаешь мне нравиться, Скиталец!» Все вокруг засмеялись. Скиталец улыбнулся и закинул ноги на барную стойку. На его спине красовалась заряженная винтовка. «А язык у тебя хорошо подвешен», — ответил он. «Мне вот только интересно, ты со своим дружком лордом Ринсом тоже так сюсюкаешься!» В баре воцарилась тишина. Вена на лбу Сенрика начала пульсировать. «Слушай, нам не нужны проблемы», — начал Джоак. «Мы давно не якшаемся с Ринсом, как ты и просил. Забавно, я тебя тоже видел в той долине, и Отто, и Айрин, и Талию!» Он по очереди взглянул на каждого из них. «Или мои глаза меня подводят!» Сенрик отодвинул свой табурет. «Если хочешь что-то сказать, говори!» «Ну что ж, Сен, может зрение у меня уже и не то, но мой нюх!» Он постучал пальцем по носу. «Что надо! И сейчас я чувствую запах крысы! Целой стаи крыс!» Сенрик встал. Казалось, что вена на его лбу вот-вот лопнет. Скиталец опустил ноги и молнией выхватил винтовку. «И ты знаешь, как мы поступаем с крысами, так ведь, братишка?» Уже в темную эпоху Скиталец плел интриги, владел бизнесом и был настоящим разбойником. Он даже предположить не мог, насколько большую и важную роль он сыграет в истории Дестани. Скиталец – один из самых неоднозначных персонажей во вселенной Дестани. Для некоторых игроков он стал полноценной заменой Кейда-6, которого убил принц Ульдран. Для других он даже превзошел его, ну а для последних он стал лишь очередным персонажем игры, которому не стоит уделять особого внимания. И очень зря. Осторожнее с этим. Его харизма и история не оставляют равнодушными. Так или иначе, в грядущем сезоне «Шальные пустоши», который выходит 5 марта, Скиталец будет главным действующим лицом, и будь ты фанатом Шина Малфура или последователем Дреджина Йора, тебе придется контактировать со Скитальцем и выполнять его просьбы. Присаживайся, Страж. Сегодня ты узнаешь историю о Скитальце, настоящее имя которого до сих пор неизвестно. Расскажет ее тебе команда канала Triple Vibe. Пора найти новые зоны боевых действий. На мире много не заработаешь. Кто же такой Скиталец? В первую очередь, это непокорный носитель света. О чем говорит такое описание персонажа в башне? Непокорным он является по нескольким причинам. Наверное, самая главная причина – Скиталец не принадлежит ни к одному из классов. Причем об этом говорит сам Шин Малфур. Движимый любопытством, используя знания, чтобы обратить понимание в силу воли, этот хитрый ублюдок давно избавился от классовых рамок и налагаемых ими ограничений. Скиталец сует свой нос куда ему угодно. Он исследует космос, находит реликвии, грабит поезда, но об этом мы поговорим немного позже. Не выполняет типичные обязательства Стража. Пускай Скиталец и располагается в последнем городе, но с авангардом он только этим и связан. Его не волнуют интриги с Кабал, Анной Брей, другими персонажами. Его цель – реализовать свои задачи. Эй, увидишь частицы, тащи их Скитальцу, слышь? Пускай Скиталец и является непокорным носителем света, его основное хобби – Гамбит, где он является организатором этого мероприятия. Ну-ка посмотрим, что выпадет нам на этот раз. Пулей, захватите мечи. Но так было не всегда. Когда-то Скиталец был обычным человеком, как и многие другие Стражи. Он не знает о своем прошлом, а может и знает, но не рассказывает о нем. Его волнует только настоящее и будущее. Скиталец был воскрешен призраком, и после своего первого воскрешения он сразу же определил свою цель. Он хотел исследовать неизведанное. Нашел корабль, починил его, оснастил и улетел за предел, который его так сильно тянул. Странствия Скитальца достигли своего пика, когда он со своей командой обнаружил внесистемную ледяную планету, где его ждала его судьба. Раньше у меня была команда «Лучшие друзья», хотя это ни о чем не говорит, уж поверь мне. Теперь они все мертвы, почти все до одного. Что же это значит для вас, всех маленьких Стражей, ставших моими новыми лучшими друзьями? Главное, не думать об этом слишком много. Короче, мы с командой, точнее с небольшой ее частью, вместе покинули систему. Был рассвет эпохи города, мы искали нечто большее, чем свет. Поскольку поняли, что свет мог стать причиной чудовищной вражды. Мы искали везде и всюду. Должно быть сотни лет. Нашли одну внесистемную планету, испускающую энергию, отталкивающую свет. Естественно, нам стало любопытно. Мы приземлились, намеревались обустроиться и провести необходимые исследования, чтобы найти способ транспортировки этой энергии. Оружие из легенд, шип, обладало схожими свойствами. Оно подавляло свет. Это место выглядело многообещающе, но как же холодно там было. Черт, оно точно не предназначалось для людей. То и дело, кто-то из моей команды погибал. Умирал прямо на том самом месте, где сидел или стоял. Спасибо мирозданию за существование призраков. Мы были в приподнятом настроении, считали себя ветеранами, зекаленными. Конечно, за сотни-то лет в космосе. Сотни лет скиталец скитался по космосу со своей командой в поисках того, что могло подавлять свет. И это было не в момент темной эпохи, а в момент рассвета эпохи города, когда носители света перестали делиться на варлордов и железных лордов. Скиталец Чет нагнался за своей целью, но он даже предположить не мог, с чем ему предстоит столкнуться. В общем, мы были там, на том холодном безымянном куске льда. Никого больше, только я и моя команда. Дело шло лучше некуда. Мы нашли какой-то монолит, конструкцию, созданную явно не людьми и давным-давно покинутую обитателями той планеты. Но там, внутри, было заключено существо. В какой-то клетке, в мороженой в лед. Что это было? Выставка. Зоопарк. Я до сих пор не понимаю. Надо было захватить с собой ученого. А у нас были только, скажем так, парни, которые считали, что мы круто смотримся в темной броне. За время длительного пребывания на той планете мы нашли множество таких монолитов. И в каждом было заключено существо. Эта тварь, это существо, выглядело так, будто у нее такая же биоэнергетика, как у улья. Но я ни раньше, ни потом не встречал упоминаний о столкновении человечества с такими. И это существо обладало свойством, отсутствующим у улья. Оно производило поле, подавляющее свет. Как зона тьмы. Только в пустой, неопределенной форме, без головы. А те, зафиксированные нами с орбиты, антисветовые поля, разбросанные по планете, это и были они. Сканеры нашего корабля показывали тысячи этих существ на планете. Мы были в восторге! Потом выяснилось, что их было многовато. Цель была достигнута. Была найдена энергия, сила, которая могла подавлять свет. Но ужасы этой планеты только начинались. Скиталец с командой быстро смекнули, что существа, которые были заточены в камнях, не последние и не единственные в своем роде. И наверняка эти твари шныряли на свободе, среди льдов. Как смекнули, один из участников команды умер во сне. По словам скитальца, в этом не было ничего необычного, ведь вокруг просто жутко холодно и бедолага просто-напросто замерз, пока спал. Однако кое-что странное и жуткое в этом было. Призрак того парня не смог его воскресить, а значит, что одна из этих тварей, живая и полная своих темных сил, проникла в лагерь, где ночевала группа и, подкравшись слишком близко к бедолаге, погасила его свет. Просто мурашки бегут по коже, когда мы говорим об этом. Несчастный случай, который, однако, стал для нас важным сигналом. На следующее же утро мы поняли, что у нас есть потенциальное оружие, которое может все изменить в битвах света против света. Мы знали, что надо отыскать способ забрать этих существ из их ледяного дома. И найти его нужно было быстро. Несмотря на наше открытие, напряжение было... довольно сильным. Некоторые из нас считали, что как-то уж очень удачно сложилось, что существо случайно оказалось поблизости и убило лишь одного из нас. И что мы слишком быстро осознали ценность этих существ. Это тупик. Команда скитальца не знает, что делать. Существа, которые могли подавлять свет и убивать носителей, явно не собирались просто так отпускать гостей и позволить им уйти со своим. Помимо всего прочего, возрастающая напряженность в команде была совсем не к месту. Я ведь уже говорил, что в команде росла напряженность, да? Ну, так мне казалось. Только дела пошли еще хуже. Умер еще один из нас. Точно таким же образом, хотя мы перебрались в один из монолитов, этот идиот просто замерз до смерти, а на его призрака подавление света так подействовало, что он ничего не мог сделать. Бедняга умер во сне. Остальным это не понравилось. Мне тоже. Мы стали искать способ запереть этих существ. В монолитах использовалась какая-то замораживающая технология, если это можно назвать технологией, которой можно было бы воспользоваться, сумеем мы ее воспроизвести. Я же довольно толковый механик, но так ничего и не понял. Мы начали обвинять друг друга. Должно быть, кто-то заманил одну из этих тварей поближе к нашему жилью. Я до сих пор ни в чем не уверен. Зачем было убивать одного из нас? Для чего? Казалось более вероятным, что твари сделали это намеренно. В наказание за вторжение. Но мы не обнаружили никакого злого умысла, только... Только биологию. В тот момент нам было все равно. В конце концов, один из парней достал пушку. Я знал, что это произойдет, и приготовил проникновенную речь, чтобы утихомирить их, если что. Я велел ему убрать ствол и сказал, что если в следующий раз кто-то еще попытается выкинуть такой фортель, я его убью. Ни секунды не колеблясь. Я редко высказываюсь так прямо, но когда я это делал, даже эта команда меня слушала. Исход для команды скитальца был один. Смерть. Но она достигла не всех. Год команда скитальца работала над своей целью. Целый год. Но все это время они были просто в тупике, лишенные идей, сил, а их желание завладеть хоть одной тварью превратилось в маниакальную цель. За все это время им не удалось ни приручить, ни поймать то существо. Они стали нашим проклятием, говорил скиталец. Корабль, на котором прилетела команда, замерз и превратился в груду обледеневшего бесполезного металлолома. Из-за него члены экипажа умирали сто тысяч раз. Конечно, нам знакомо это чувство по матчам в Гарниле, но там дела были еще хуже. Медленная и мучительная смерть от обморожения. И страх, что эта смерть станет последней от осознания того, что твари рядом. В конце концов, их осталось четверо. Четверо нас и лишь завывающий ветер и ледяные склоны в качестве компании. Иногда бесформенное, проскочившее мимо существо, о котором мы начинали спор. Однажды, когда мы устроились на ночлег в очередном монолите, что-то пронеслось над планетой. Позже я узнал, что оно пронеслось по всей системе. Вы его почувствовали. Вы же были у самого источника. Мы все четверо потеряли наш свет. И мы знали это. Мы посмотрели на существо из монолита, запертое в ледяной клетке. И казалось, оно посмотрело на нас в ответ. Мне кажется, я уже упоминал, что к тому моменту мы совершенно спятили. Ну и мы поступили так, как поступил бы любой приличный псих. Каждый из нас решил, что остальные предали его. Мы наставили друг на друга стволы. Я и по сей день не знаю, сколько из них действительно готовились открыть огонь. Но вот что я вам скажу. Лишь я один ушел оттуда. Существо в монолите наблюдало за всем этим, когда все закончилось, и откнул пальцем прямо в него. Остался только я. Как мне удалось свалить оттуда и добраться сюда? Может быть, когда-нибудь я и расскажу эту историю. Посмотрим, дотянет ли до этого момента мой гамбит. Так сложилось, что в самый напряженный момент Доминус Гол совершил нападение на башню и украл свет у стражей. Скиталец не колебался. Он знал, что либо он предаст своих товарищей, либо они его. Он сделал свой выбор и остался в живых. И даже забрал с этой проклятой планеты свои находки. Главной из которых является тот самый огромный камень-артефакт, который прикреплен до сих пор к его кораблю-изгою. Его истинное предназначение до сих пор является неизвестным. Можно делать предположения и теории, но не стоит соваться в место, которое может подавлять свет. Скиталец вернулся домой целым и невредимым. Он повидал неизвестную доселе расу, узнал много тайн. И в один момент он стал связан с Тенями Йора. Группой стражей, которые были последователями Дреджина Йора. Одного из главных врагов человечества. Он даже завел некоторых друзей, вроде Калума Соло. Но Скиталец не всегда был связан с этими Тенями. Он все еще преследовал свои цели. Но свои цели были и у человека с золотой пушкой. Шина Малфура, который охотился за Тенями. Второй владелец последнего слова нашел Скитальца. И в любой момент он мог его убить. Но Скиталец смог заинтересовать Шина двумя вещами. Калумом Солом, который был должником Скитальца. И Гамбитом, который позже станет его любимым детищем. Малфур не доверял Буряту. Но затея с Гамбитом привлекала его. Мой план таков. Вернее, наш план. У тебя есть места, зачищенные зоны. Они не всегда безопасные, но и не слишком дикие. Что если мы... Ты позволишь Скитальцу устроить эти игрища. А мы с тобой будем смотреть. Мы будем следить за сражениями. Следить за ним. Следить за тем, кто играет, а кто нет. Будем следить за их уровнем агрессии. Одни ныряют слишком глубоко. Другие действуют чересчур быстро. Третьи не спешат накапливать знания и наращивать силу. А кто-то просто ищет повод дать себе волю. Этот Гамбит поможет нам с тобой обогатить свои знания. Вот его истинный смысл. О наших врагах. Возможно, даже о нас самих. Вот в чем его главное предназначение. А потом мы оценим пользу Гамбита и его риски. Если уровень опасности повысится, мы положим ему конец. Если кто-нибудь из стражей зайдет слишком далеко, мы закроем Гамбит. И этих стражей, если придется. Эти слова Шина Малфура были адресованы лорду Шаксу, что подтверждает следующий монолог. Твои фреймы знают толк в уборке. В боевой зоне чисто. Мы готовы начинать. Первая битва пройдет на Нессе. Скиталец подберет твоих стражей по пути. Подготовь фреймов к бою на случай неизбежных проблем. Я не хочу сказать, что сомневаюсь, но если ты еще не понял... Я сомневаюсь. Я буду рядом, как мы и договорились, но если что-то пойдет не так, мы придем и положим этой затее конец. Потом, если все пройдет гладко и нас всех не прикончат, он хочет обосноваться в башне. Рискованная затея, но это уже его проблемы. По мне, так пусть лучше он сидит в башне, где за ним можно следить и чуть что забрать. Альтернатива, пусть, мол, свободно шныряет по всей системе, даже не обсуждается. От его свободы слишком много проблем. К счастью, он, похоже, не против, чтобы мы были рядом. Скитальцу нужен был гамбит для заработка, а Шин Малфур преследовал совсем другую цель. Так что спеши разнести свои нечестивые вести, брат. Вдохни жизнь в древний миф. И когда по всей системе снова зазвучит мерзкое имя Дреджен, его истинным приверженцам не останется выбора, кроме как покаяться в совершенных грехах. И знаешь, кто будет слушать их исповедь? Мы с тобой. О, еще кое-что. Дай знать, если у кого-нибудь хватит наглости поменять свое имя. У меня для них найдется... пара ласковых. Шин надеялся, что проведение матча Гамбита позволит ему вычислить стражей, которые готовы поменять свое доброе имя на Дреджен. Изначальные Дреджены, не считая первого Йора, члены Теней Йора, которые настолько прониклись темным стражем, что испорочили свое имя. Они считали, что тьма может быть частицей любого стража, но никак не фундаментом, как считал некогда сам Йор. Скиталец обосновался в башне, и его Гамбит постоянно проводит матчи. Стражи закаляют свой свет, развлекаются, а Скиталец, как уже было сказано, получает прибыль в виде частиц тьмы. Но Скиталец не только сидит на месте, он всегда находит приключения и неприятности на свою голову. Как-то раз ему взбрело ограбить поезд, который ехал в последний город. Ему нужны были материалы. Скиталец откинулся в кресле, скрестив руки за головой. Он сидел на борту десантного корабля класса Аркадия, который летел над грузовым поездом, направлявшимся в город. Рядом с ним сидела Титан, который принадлежал этот поезд, и изрыгала проклятие, пытаясь выровнять судно с разогнавшимся под ним поездом. «Надеюсь, эти старания того стоят», – проворчала она. «Говорю тебе, ты получишь вдвое больше частиц в своем следующем матче Гамбита. Я гарантирую, сестренка, доверься мне». Скиталец выпрямился в кресле. «Давай ближе, остальное я сделаю сам. Главное, чтобы мне было на чем улететь». Он открыл боковой люк корабля, и завывание ветра наполнили кабину. Перекрикивая гул, он сказал, «Это хорошо, что вы не военные. Вас подкупить куда проще». «Играться будешь в высшем измерении», – прокричал в ответ Титан. Скиталец выпрыгнул из корабля и ловко приземлился на крышу вагона. Он достал огромный револьвер и пополз вперед. Ветер изо всех сил трепал его пыльник. Гамбит стал настолько популярен и известен среди стражей, что Скиталец мог заговорить любого, лишь бы достичь своей цели. Частицы были для участников матчей всем, как и для Скитальца. Стоя на крыше вагона, Скиталец заметил редфреймов. Двое глупых фреймов лорда Шакса охраняли дверь вагона. Скиталец спрятал револьвер и достал длинный клинок. Оттолкнувшись, он спрыгнул вниз и широким взмахом срубил головы обоих фреймов. Убрал меч в ножны и поймал тела до того, как они рухнули озимь. В абсолютной тишине. Парочка редфреймов означала, что их куда больше. Он не хотел устраивать бойню, он вошел в вагон и сразу пригнулся, но не удержался от смешка. Редфреймы так упорно стараются, хотя в среднем редфрейма хватает максимум на три задания. Стражи Горнила любили сражаться в Гамбите и часто рассказывали легенду об Арсайте и Далии, двух опытных редфреймах, живших на заре последнего города. Встреть Скиталец их лично, он бы поверил в эту легенду. Он отправился дальше. Скиталец столкнулся с проблемой. Он уже догадался, что этот поезд охраняют редфреймы. Ему пришлось убить парочку в конце этого вагона. Он видел ящики с грузами, которые были ему нужны за плечами двух огромных титанов. Символы Горнила украшали их броню. А значит, Скиталец должен был вести переговоры с особой осторожностью. Они навели на него оружие. Цзянши Р-4. Хорошие пушки. «Ого, эй!» произнес Скиталец, поднимая руки вверх. «Мне неприятности не нужны!» Они переглянулись, быстро обдумали его слова. «Какого черта ты тут делаешь, Скиталец?» сказал тот, что слева. Скиталец усмехнулся. «Джоксер, как делишки?» «Не ведись на его обаяние!» прошептал тот, что справа. «Редрикс?» Скиталец встретил двух завсегдатых гамбита. «Братья, послушайте, мне нужно добраться до тех ящиков с грузами. Вы же знаете, как трудно добывать некоторые припасы. Я мусорщик. Жизнь у меня нелегкая, пожалейте меня!» «Завали это не понравится», заметил Джоксер. Скиталец повел бровью. «Вы хотите сказать, что Авангард действительно вами командует?» Они ничего не ответили. Скиталец наклонился к ним. «Братья, помогите мне с этим делом, и я вам заплачу. Приходите в гамбит на следующей неделе. Получите вдвое больше за частицы!» Титаны снова переглянулись. Как выясняется, Редрикс, который известен своим палашом и клинком, был частым завсегдатаем гамбита, как и его товарищ Джоксер. Это сыграло на руку Скитальцу, который смог подкупить этих двух титанов. Скиталец нашел, что искал. Три длинных контейнера с логотипом Текс-механика. Именно эта корпорация создавала оружие в темную эпоху. Скиталец готовился уйти. Скиталец снова вернулся в хвост поезда, откуда он и начал свой путь. Он прошел мимо Джоксера и Редрикса, которые, похоже, нашли обезглавленных им Редфреймов. Они спешно пытались восстановить Редфреймов, пока поезд не прибыл в город. «Расслабьтесь, ребят!» Сказал им Скиталец. «Катись к черту, Скиталец!» раздраженно ответил Редрикс. Он и Джоксер разглядывали броню Текс-механики на Скитальце. Судя по всему, их одаревали сомнения. Скиталец снял с плеча ракетную установку, чтобы сесть рядом с ними. «Братья, послушайте! Я стараюсь не просто так! Гамбин создан не зря! Думаете, мне нравится каждый день ходить туда с вами? Вы же все психи!» «Нет, мне это не нравится, но я делаю это по очень веской причине!» Он достал из кармана частицу тьмы, она излучала холодное сияние. «Задумайтесь над тем, сколько частиц света вы собрали за свою жизнь! Целую кучу, верно?» «Я скучаю по своему мифоборцу!» сказал Джоксер. Скиталец слышал неодобрение в его голосе. «Да, точно! У тебя был мифоборец! Но кабал все равно захватили башню! Свет подвел тебя! И меня тоже!» Скиталец поднес им частицу тьмы. «Но эта штука! В ней есть нечто особенное! Их создал я! Вы видели, на что способны, если вам удается найти хотя бы горсть таких штук?» «Задумайтесь хорошенько над этим!» Скиталец повесил на плечо ракетную установку и повернулся, чтобы уйти, не оборачиваясь. «Оставайтесь со мной, и я покажу вам, на что способна тьма!» «Вот так новости!» Оказывается, что Джоксер являлся одним из владельцев истинной легенды Destiny 1 – Векс Мифокласт. Скиталец же смог спокойно уйти, пообещав Титанам особые привилегии в ближайшем матче Гамбита. Ни для кого не секрет, что Шакс и Скиталец недолюбливают друг друга. Эта история – один из примеров этого противостояния. Украденные материалы, пушки, уничтоженные редфреймы – Шаксу это явно не понравится. Учитывая то, что он не доверяет Скитальцу, его нахождение в башне только подливает масло в огонь. «Есть в этой башне место, откуда не слышно этого однорогого придурка!» Какими же еще силами и знаниями обладает Скиталец? Так называемые блокировщики в Гамбите и Первобытнике являются его продуктом. Скиталец способен одной частицы тьмы вызвать целую армию одержимых. Как-то раз Скитальца навестили Кабал на Изумрудном берегу и эти способности понадобились нашему Сорвиголове. Внезапный порыв ветра распахнул пыльник Скитальца. Он резко повернулся и увидел в шеренгу солдат Кабал переградивших ему путь. Возглавлявший их массивный Центурион яростно выкрикнул на языке Кабал. «Бросай оружие и свой корабль или умрешь!» Скиталец показал им в ответ средний палец. он представил что солдаты Кабал злобно щурятся на него из своих шлемов. «Зачем твои сородичи сражаются даже когда мы превосходим их числом и оружием?» Скиталец покачал головой. «Я не стану сражаться! Я люблю смотреть!» ответил он и раскрыл ладонь с частицей тьмы. Его оглушил истошный вой. Он выругался. Он до сих пор к нему не привык. Небосвод озарился ядовито-зеленым светом и раскололся надвое. Девять существ известных стражам как первобытники появились на песке изумрудного берега. Чужеродные невероятные огромные и порочные. Кабал издал гортанный крик вопль ужаса. В воздух рассекли трассирующие пули когда Кабал пустили в ход весь свой арсенал против внезапно появившихся одержимых. К атаке присоединился корабль Кабал и побережье содрогнулось над взрывом. Столпы пламени вознеслись к небу. Первобытники не обращали на все это никакого внимания. Они шли вперед сквозь пули и пламя к врагам их хозяина, который ни на шаг не сдвинулся с места. Скиталец широко улыбался. Безымянный страж наш страж всячески помогает Скитальцу достигнуть своих целей, будь то заработок частиц тьмы или поиски Калума Соло. Сам же Скиталец ни в коем случае не является стражем, а лишь носителем света. В темную эпоху он был варлордом, то есть разбойничал и не думал о защите человечества. Взгляды Скитальца со временем ни в коем случае не поменялись, даже после потери света. Его сопровождал призрак, его коснулся свет, но он был сам себе хозяин. Кто-то счел бы это эгоизмом, и я, пожалуй, соглашусь. Как насчет идей долга, преданности и использования дара на благо всего человечества? Это не для него. Ему плевать на город, ему плевать на странника, ему плевать на свет. Это была краткая история персонажа Скитальца. Спасибо, что досмотрел, дослушал до конца, страж. Непременно пиши в комментариях, было ли тебе интересно узнать этот фрагмент лора, хотел бы ты услышать продолжение этой серии. Это сравнительно новый опыт для нас на канале. Если да, ставь лайк, делись роликом с друзьями, увидимся на шальных пустышах, братишка. субтитры субтитры